Метрополитен – это невероятно интересное место. За кулисами станции скрываются не только тоннели, но и съезды, тупики и депо, именно о которых сегодня и пойдет речь, а точнее об одном – электродепо ТЧ1АВТО. Субтитры создавал DimaTorzok Электродепо Автова было первым во всем Петербургском метрополитене. Оно открылось вместе с первой очереди в 1955 году. Находится оно за одноименной станцией Кировской выборской линии, которая сейчас не является конечной, поэтому поезда, следующие в депо, высаживают пассажиров здесь. Во многие депо метрополитена вводят экскурсии, благодаря которым можно вживую понаблюдать за работой этого сложного механизма. Купить билет на экскурсию нужно заранее, выбрав дату и указав свои паспортные данные. Встреча участников происходит в назначенном месте, откуда всех ведут на КПП на территорию депо. В случае с Автова встреча проходит в торговом центре Нарва на станции метро Оленинский проспект, примерно в 10 минутах отбек которого располагается электродепо. Перед экскурсией участникам, разумеется, рассказывают технику безопасности, но для знающего человека там нет ничего особенного. На входе всем выдают жилеты, после чего и начинается первая часть экскурсии – уличная. Из интересного, здесь вас проведут на платформу «Солнечная». Она служит для завершивших свой рабочий день сотрудников электродепо, которых отсюда забирают останавливающуюся здесь выходящие на линию поезда. С платформы открывается просто потрясающий вид на саму Автова. После этого, пройдя мимо одного из самых известных и красивых зданий на территории с названием «Депо», группа наконец-то попадает внутрь, в ремонтный корпус. Прямо при нас продолжались работы по обслуживанию вагонов уже уходящей эпохи – «Яма-502», многие из которых уже отправили на списание. Эти вагоны – последние представители так называемого семейства Е-образных, то есть модернизированных или измененных вагонов типа Е в России. Уже в следующем году они навсегда покинут петербургский метрополитен, завершив свою эру и оставив знаменитых номерных единственными, еще советскими вагонами. После этого мы попали в основной корпус. Именно здесь стоят составы, регулярно работающие на линии. Участникам разрешается делать фотографии в кабинах некоторых поездов, а также рассказываются некоторые факты про каждый тип подвижного состава, стоящий прямо перед ними. На одном из путей оказался вагон «Яма-502» в процессе порезки. У него уже отсутствовали салон и некоторые внешние элементы. Фрагмент «Яма-502» в процессе порезки, Субтитры сделал DimaTorzok Нам удалось добраться и до более интересного вагона, стоящего в недрах депо, вагона типа D под номером 823. Этот вагон планировали купить, но что-то не сложилось и теперь он ждет своей дальнейшей участи. Идем дальше и видим ретропоезд с грузовым вагоном. Сейчас ретропоезд, а точнее один из его вагонов на ремонте. Именно он выцеплен и замещен на другой, что видно по окрасу. Здесь же стоит ЕК-01, то есть электровоз контактно-аккумуляторный. После того, как группе показали некоторую технику, работающую в тоннелях по ночам, всех вывели на улицу. Прямо около выхода стоял одинокий вагон Yamaha 502 в процессе утилизации. На этом экскурсия подходила к концу, и группа пошла на платформу Солнечная, ведь туда уже должен ехать состав, выходящий на линию. Участники заходят в первый вагон и по соединительной ветви выезжают на станцию авто. Солнечная ветви подходит к концу. Прошу прощения за свой голос, немного приболел. Но также и надеюсь, что вам понравилось улучшение в качестве звука видеоряда. Не скучайте! Солнечная ветви Продолжение следует...